Перед каждым старшеклассником, решившим продолжать учебу, стоит нелегкая задача – выбрать учебное заведение, в котором научат именно тому, с чем будет связана дальнейшая жизнь. Многие выпускники, даже если и решили, куда поступать, не всегда уверены в правильности выбора. Слишком много путей дорог перед ними открывается. Именно для того, чтобы расставить все по своим местам и ответить школьникам на интересующих вопросы, во всех учебных заведениях проводятся дни открытых дверей. Хорошую практику переняли и в организациях. Например, в Брестском управлении внутренних дел подобные встречи со школьниками проводятся ежегодно и даже не один раз в год. Работу профориентационную мы начинаем с самого начала учебного года, чтобы ребята изначально определились, кому необходимо позаниматься с репетиторами по определенным предметам, кому надо, конечно, более глубоко подойти к централизованному тестированию, чтобы изучить. Потому что для поступления в высшее учебное заведение, конечно, основное – это необходимые высокие баллы. Конкурс у нас, в общем-то, как всегда, допустим, если бы у нас немножко не подвела математика, как по прошлому году, если брать, у нас был более двух человек на место конкурс. То есть, как правило, можно сказать, что юристы, как были, как пользовались спросом в Республике Беларусь, так и продолжают, в общем-то, пользоваться. О чем, в общем-то, и говорит подобранные кандидаты на службу и на поступление в органы внутренних дел и учебное заведение органов внутренних дел. Выбор выбором. А вот не разочароваться в нем уже на первых месяцах учебы, когда действительность оказывается не такой романтичной, как показывают в полюбившихся сериалах, гораздо сложнее. Ведь курсантские будни – это не всегда романтика. Учиться и еще раз учиться под неусыпным оком старшего и очень строгого наставника. Но если успешен в учебе и в строевой, есть время и на досуг. Например, курсанты Могилевского колледжа МВД снимают фильмы. Поступил в колледж. Там преподаватели сделали учебную лабораторию, телевидение. Под руководством Венедиктова Сергея Викторовича он работал на канале на Могилевском. Ну и появилась такая идея сделать у нас. Начальство, конечно же, поддержало эту идею и сделали. Как результат у нас появилось много проектов. Один из проектов – это «Наряд вне очереди». Мы рассказываем обычным людям о работе милиции изнутри. Сомнения относительно выбора будущей профессии у брестских молодых людей, решивших стать правоохранителями, после бесед и разговоров окончательно развеялись. Школьники не только получили нужную информацию, но и пообщались с курсантами, которые еще недавно также мечтали поступить. Сегодня они уже демонстрируют будущим студентам мастерство рукопашного боя, которым овладели за время учебы. Еще бы, ведь на данный момент они не безусая детвора, а люди при погонах, почти профессионалы. А потому показать, чему и как научились их прямая обязанность.